Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как вы видите в игре появилась новая рулетка на WZM122TM. Сейчас быстренько обсудим рулетку, обсудим ценник этой рулетки. Обязательно ее покрутим у меня на основном аккаунте, так как WZM122TM у меня на основе нет. Что касается цены, ребят, отнеситесь к данной рулетке просто как к набору, который вы можете прокупить себе за 10430 голды. Именно столько вам обойдутся все вот эти 16 прокрутов. Если вам повезет и до 14 прокрута, пускай даже включительно с 14 прокрутом, заберете себе главную награду, то получите танк с плюс-минус какими-то там плюшками дополнительными за 6430. Я считаю, что за восьмерку 6430 это нормальная цена. Что касается полного ценника вот этого вот набора, а именно 10430 голды, ну будем говорить 10,5 косарей для ровного счета, то в целом, ну такое, знаете, бабка на двое гадала. Если что-то из этих контейнеров как-то выпадет, а из черных ящиков что-нибудь как-то вернется из голды, то в целом нормально и приемлемо. Ну что, ребят, давайте начинать крутить. Я хотел бы все-таки не по полному прайсу забрать себе WZM122TM, но хочется отметить, что за мою практику прокрута рулеток ни разу не было такого, чтобы я забирал главную награду, в частности, танк, прям с первого прокрута. Ну, не было никогда, а вот с последнего всегда ни разу не было такого, чтобы не с последнего забрал. Вот так будет более точным. Что касается, кстати, ребят, шансов не показал. Обратите внимание, шансы самые высокие на кредиты. Изначально они составляют 58 с копейками процентов, если я правильно помню. И вот сейчас, выбив себе обвес, я увеличил шансы на кредиты до целых 63, грубо говоря, процентов. Поэтому рассчитывайте, что эти кредиты, коих здесь предусмотрено целых 3 раза по каких-то там 100 тысяч серебром, явно выпадут вам в первые 5, ну максимум 6 прокрутов. Ну что, ребят, поедем дальше, за 40 голды, что мы забираем? Но... Но не томи душу. Ну окей, хорошо, иксы выпали за такой ценник, ну согласен. В принципе, приемлемо, в принципе, нормально. За 55 золота, что мы забираем? Явно кредиты сейчас будут, я... Нет, неужели? Мы забрали черный ящик, ну давайте будем открывать. Я удивлен, с таким процентом выпадения кредитов, мне что сегодня? Бабка нашептала? 200 золота? Ну нормально, получается, вернул на зал ГЛД-шку, которую потратил. По-моему, даже немножко там в плюс пошло. Не считал на калькуляторе, но факт остается фактом. Сейчас выпадает черный ящик вместо серебра. Наверное, все-таки сегодня какое-то лунное затмение в мою пользу. Ха-ха-ха, сглазил таки. Сглазил 100 тысяч серебром, 125 голды за прокрут. Но... Че получаем? Ну вот это уже ближе к тексту. Вот это уже ближе к правде. А ближе это к правде становится почему? Потому что кредитов было там более 50% шанс выпадения. Два раза их я уже забрал. И сейчас у меня 47% шанс выпадения именно этого слота в рулетке. Но, как я сказал, ребят, я отношусь к данной рулетке как к набору, который можно купить за полный ценник в 10,5 тысяч. С вероятностью что-то еще забрать из каких-то контейнеров. Ну, либо набор, в который вы имеете шанс. Матюшки мои! Мистический сертификат, ребят. Это то, о чем я говорил, что если покупаете за полный ценник, то, возможно, что-то еще отсюда выбьете. По талисманам мне тут еще шагать и шагать. А по мистическому сертификату давайте сразу будем открывать и радоваться машине, которая выпадет. Надеюсь, ее у меня нет. Тигр-131. Не помню, ребят. Серьезно, не помню. Ну, бог с ним. Значит, компенсация серебром. Это был мой шанс. Ну, не знаю, получилось, не получилось его использовать этот шанс. Давайте ради интереса посмотрим сразу. Ну, прям, прям не терпешь у меня. Прям не терпешь. Да, все-таки Тигр-131 на данном аккаунте у меня был. Очень обидно. Было бы лучше, если бы его не было. И сейчас машина выпала. Настроение было бы гораздо более приподнятым. Но, в любом случае, спасибо игре за то, что он, в принципе, предоставил мне такую возможность в виде мистического сертификата. Так. Ну, что, получится у меня набор с WZN-122TM взять более мелким, но все-таки дешевле, нежели полный ценник. Или я дойду до самого финиша и сделаю все 16 прокрутов. Давай серебро, и чтобы я даже не переживал за него. Или великолепный аватар. Нет. Мистический. Мистический. Ну, здесь явно не будет мистического сертификата. Уже один был. Я думаю, что мне, в принципе, на сегодня достаточно. Зачем лишний раз бередить себе душу, или как это там правильно называется. Так. Следующий прокрут. И у нас, ребят, что тут на очереди? Ну, наконец-то. Наконец-то серебро добили. Теперь не буду переживать. Едем дальше. 485. Ну, вот вложиться бы до 60 тысяч, так, чтобы у меня 60 тысяч на счету осталось. Было бы прям вообще имба-имбовая. Так. Два мистических контейнера, из которых я получаю ничего. Раз. И со второго мистического контейнера, ну, скорее всего, ничего. Два. Даже не скорее всего, а точно. Все. Забрали. Ну, там, дни према, но не суть важна. Мне не сильно-то и нужны эти дни према. Едем дальше. Крутим за 590. Голды. Что мы получаем? Ну, не хочется. Не хочется, блин, все прям вывалить. Черный ящик. Что он нам вернет? Давай сразу ящик мне пятого уровня. Хе-хе-хе. Игра говорит тебе, не, нифига, ГСН, на тебе 100 голды, подотрись и иди отдыхай. Черный ящик не открыл я второй. Сейчас выйдем. Мне часто пишут в комментариях по поводу того, что ГСН ты забрал открыть один из ящиков, которые тебе выпали. Да, ребят, бывает такое, что когда видео снимаешь, не успеваешь сориентироваться и как-то забываешь о том, что выпало, допустим, там два ящика, а не один. Так, смотрим, что в этом черном ящике. Он у меня успел отлежаться, ребят, и все равно 100 голды. Лежал, не лежал, в хранилище значение это абсолютно никакого не имеет и абсолютно ни на что не влияет. Возвращаемся к нашей рулетке и продолжаем ее крутить. Где я нахожусь? Я говорил, что если машина достанется до 14 прокрута включительно, то все очень круто, классно, потому что за 6,430 вы получаете себе плюс-минус нормальную восьмерку. Я нахожусь на 12 прокруте. То есть у меня, грубо говоря, в запасе 3 прокрута, чтобы жирно отхватить себе WZ-122TM. А вот самое плохое, что может произойти, это то, что я заберу все, что угодно, кроме того, что мне надо. Так, два мистика. Открываем еще два мистических контейнера и, ребят, нет, не падает, не падает еще один сертификатик. Ладно. Открываем еще один и... Но все равно нет. Ну нет так нет. Все. Закончились мистические сертификаты на сегодня для ГСНа. Ровно как и контейнеры. Итого, ребят, обратите внимание, у меня теперь остались прокрутые. И причем самые жирные шансы у меня на анимированный аватар, медный воин, который мне вообще не интересен. Камуфляж, пламя битвы, которое не является легендарным внешним видом для WZ-122TM. Да, для легендарки не хватило пока у разработчиков времени на данную машину. Ну и есть еще обвес, который мне, D2, я имею в виду, тоже вообще не интересен. А вот на WZ-122TM и 10% шансов нет. Поэтому я так понимаю, что, скорее всего, большинство из нас заберут данную машину по фулл прайсу и, соответственно, только таким образом поставят себе данную машину в ангар. Ну, в принципе, рулетка сравнительно недорогая по сравнению с другими. Ну и, соответственно, из-за этого, как я понимаю, вот такие вот шансы выпадения и есть. Остается два прокрута. И я очень надеюсь, что все-таки сейчас будет WZ-122TM, а не Каму. Но, пожалуйста, вот вам пламя битвы, которое мне абсолютно до лампочки. И за 1250 оставшихся добиваем себе WZ-122TM. Итого, ребят, я не смотрел, честно говоря, и не записывал... Ну, как не смотрел? Смотрел-то, но не запоминал. И я не отмечал себе, сколько голды мне вернулось из каких контейнеров. Но, так или иначе, из Мистика я не получил ничего, кроме серебра, коего я могу, в принципе, себе и нафармить, по большому счету. Из черных ящиков, да, там где-то что-то какая-то голема попадала, но я думаю, что это там максимум до полутысячи золота в лучшем случае. Да, я забрал себе WZ, которого у меня в коллекции не было, и потратил, ребят, я на это, грубо говоря, 10 тысяч золота. Вот такая вот рулетка, вот такие шансы выпадения. Хотите посмотреть на WZ-ху, как она выглядит, переходите по ссылочке, я добавил ее в описании, зайдите, посмотрите, я думаю, вы все поймете. Даже, если не ошибаюсь, положил туда несколько ссылок. Ну, а данное видео, не вижу смысла дальше затягивать, оно было посвящено, в принципе, рулетке и шансам в этой рулетке, нежели самой главной награде. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, подписки на мой канал, лайка, ну а теперь уже точно мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok